Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Сегодня мы поговорим с вами о забывчивости. Отчего так происходит, что человек все вроде помнит, но очень быстро все забывает. Об этом и о законах памяти мы поговорим с вами сегодня. Оставайтесь с нами. По мнению психологов, забывчивость прежде всего связана с тем, интересен ли нам данный человек или то, о чем он говорит или нет. Но, тем не менее, существуют, оказывается, своеобразные периоды, или, скажем так, причины, из-за которых у нас бывает забывчивость. В конце 19 века немецкий психолог Герман Эбенгаус построил кривую забывания, согласно которой каждый человек после заочивания или запоминания в течение одного часа склонен забывать эту информацию. Он провел эксперимент, в котором просил людей запомнить бессмысленные слоги. И при механическом запоминании, то есть когда человек не понимает слова, по природе через час у него остается лишь 44% информации, а через неделю менее 25%. Основная информация забывается в первые часы после заучивания. И что же тогда делать? Дальнейшие исследования показали, что чем больше повторений, тем прочнее запоминается информация. Если вам, к примеру, нужно выучить что-то за один день, оптимальный режим заучивания такой. Первое повторение должно быть через 15-20 минут после заучивания, второе через 6-8 часов, и третье через 24 часа. Повторять информацию лучше активно, не прочитывать или прослушивать во второй раз, а пытаться извлечь из памяти, подглядывая в текст. Если же у вас есть больше времени, можно использовать следующую схему. Первое повторение делайте в день заучивания, второе на четвертый день, третье на седьмой день. И если объем информации огромен, то в первый день повторяйте в полном объеме, во второй раз только ключевые моменты, и в третий раз весь объем информации только в другом порядке, например, с конца в начало. Чем основательнее вы перебираете информацию, тем крепче ее запоминаете. Для того, чтобы хорошо понять, что же такое забывчивость, давайте рассмотрим подробнее законы памяти. Существует, оказывается, кратковременная память и долговременная память, но что это такое, рассмотрим более подробно. Кратковременная память – это такой блок памяти, который хранит в себе нужную информацию ненадолгое время, приблизительно 20-30 секунд, прежде чем она уйдет в долговременную память. Если эта информация необходима и нужна, то мозг перенаправляет эту информацию из кратковременной памяти в долговременную память. А в долговременной память информация может храниться годами. Также, если эта информация не нужна, однако если мозг человека решает, что данная информация не нужна человеку, то мозг не перенаправляет эту информацию в долговременную память, а просто ее забывает. Прежде всего, оказывается, человек запоминает то, во что он эмоционально вовлечен, то есть то, что вызывает у него эмоции. Ведь иногда бывает так, что человеку вроде интересно, но эмоционально он никак не вовлекается. Изучая или заучивая что-нибудь, можно организовать это в игровой форме. Тогда вы напрямую свяжете с радостью изучаемый материал. Связано это именно с тем, что во время игры мы активируем наши эмоции, в частности радость и смех. А как известно, все, что связано с хорошими и веселыми моментами, надолго остается у нас в памяти. Старайтесь лично разговаривать со своими собеседниками. Мы привыкли к смс, к вам, ватсапу. Это, конечно же, облегчает многие задачи. Но когда вы персонально общаетесь с людьми, хотите вы или нет, вы включаетесь в разговор, и обсуждаемая тема становится для вас важной, что, в свою очередь, быстро запоминается. Так или иначе, с этой забывчивостью можно, оказывается, работать. Что мы можем предпринять для того, чтобы повысить эффективность запоминания? Существует ряд правил, которые вам необходимо следовать. Внимание на экран. Во-первых, важно соблюсти меры для хорошего самочувствия. Насколько хорошо мы высыпаемся? Как хорошо вы спите? В норме важно спать, оказывается, от 7 до 10 часов в сутки, и желательно в период от 9 вечера до 6 утра. Оказывается, именно в этот промежуток времени выделяется особый гормон в организме, отвечающий за рост и очистку всего организма. Говоря о памяти, понаблюдайте, достаточно ли вы пьете воды. Нехватка воды в организме тоже приводит к медлительности всех процессов, в том числе и процесса памяти. В норме важно выпивать от 1,5 до 2,5 литров чистой воды в день, в зависимости от массы тела. Если же вы хотите изучить какие-либо слова, то можно в игровой форме начать писать только лишь начало слов и попросить вашу подругу или ученика закончить слово. Любые задачи на угадывание слов, задачи в виде загадки, интригуют, и человеку непременно хочется отгадать, что же там скрыто, за счет чего и происходит быстрое запоминание. Можно к тому же еще и изобразить, нарисовать предмет, который вы изучаете, так подключается воображение, что усиливает зрительную память. В этой связи многие успешные люди делятся своим опытом, как они все запоминают. Оказывается, каждый план, каждое действие они планируют заранее и записывают все в свой ежедневник. Но как же это работает, давайте рассмотрим вместе. Как говорят многие успешные люди, ни один вундеркинд не победит ежедневник, поэтому желательно пользоваться блокнотами, ежедневниками или в современных смартфонах есть функция напоминалок. Используйте их, когда планируете что-либо сделать. Удобство таких приложений заключается в том, что в них вы можете корректировать или отмечать уже сделанные вещи. Там же есть возможность разделить на блоки все ваши действия, например, семья, работа, покупки и так далее. К тому же, очень важно оказывается фиксировать уже законченные дела. Например, если вы что-либо запланировали, а потом это закончили, обязательно поставьте галочку или, скажем так, какую-либо пометку о том, что вы закончили это дело. И таким образом наш мозг освобождает место для новой информации. Иногда, когда нам непременно необходимо что-либо заучить, например, урок или новые слова, термины, мы затрудняемся это сделать, так как нужны определенные усилия. Тогда поможет упражнение чтения на ходу. Начните ходить взад и вперед или по кругу, читая ваш текст. Оказывается, когда мы ходим или двигаемся, в этот момент мы активируем наш мозг в сторону движения, в сторону активности, что улучшает наше запоминание. Уважаемые телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер ватсап, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать такой вопрос по психологии, который мы рассмотрели бы в нашей передаче. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте! Я постоянно забываю о своих обещаниях. «Как мне собраться?» Да, действительно, иногда мы забываем о своих обещаниях. Более того, бывает так, что мы забываем о тех обещаниях, которые дали нам самим. Для того, чтобы не забыть о ваших обещаниях, например, вы можете использовать такой прием. Расскажите всем своим знакомым о том, что вы обещаете сделать. Это повысить ответственность с вашей стороны. Мудрецы говорят, что ни один вундеркинд не победит ежедневник. И действительно, если вы чувствуете, что не успеваете что-либо сделать, просто запишите это. Так как каждая записанная задача фиксируется у нас в мозгу, как очень важное дело. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Субтитры создавал DimaTorzok